Доброе утро, церковь! Для меня всегда большая честь быть здесь с вами. Я уже сюда приезжаю, как Гена говорит, 6 лет, но мне кажется, я, наверное, 7 лет уже сюда приезжаю. И как Гена сказал, я действительно себя, как и он, чувствую себя здесь как дома, потому что вы принимаете всегда нас как своих. И это большая честь и привилегия знать вас, дружить с вами, сотрудничать и служить вам. Большое спасибо вам за то, что вы дали нам возможность провести конференцию Coffee House. Все три дня мы могли жить здесь и получать большое благословение. И без вас, наверное, это было бы невозможно. Поэтому большое спасибо. Пусть Бог воздаст вам во много раз больше того, что вы делаете для нас. Я хочу начать с того, чтобы прочитать стихи из Библии, помолиться. Евреям 4 глава, 12 стих. Сегодня она уже прозвучала из уст Гены Каравая. Евреям 4, 12. Ибо Слово Божье, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Давайте помолимся. Господь, спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе за Дом Божий. Я верю, что каждый человек, кто сегодня сюда приходит, в Дом Божий. И цель Дома Божьего – это не для того, чтобы мы приходили слушать какие-то умные речи какого-то человека. Дом Божий – это то место, где мы приходим, чтобы услышать Твое Слово. Боже, я даю себе сегодня отчет в том, что мои слова, Сергей Иглушко, не способны изменить ни одну жизнь. Я признаю перед Тобой, Господь, что мне нечего сказать, мне нечего дать этим людям. Но, Бог, мы сейчас молимся о том, чтобы Ты сегодня Духом Святым говорил Своё Слово, которое живо и которое действенно, и которое даже острее всякого меча обоюдоострого, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Боже, просим Тебя, пусть Твое Слово будет реальным, пусть оно сегодня касается наших сердец, и пусть оно сегодня преобразовывает наши жизни, чтобы после сегодняшнего служения многие из нас ушли другими людьми. Во имя Иисуса Христа мы молились, и весь народ Божий сказал «Аминь». Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к формальному христианству, когда человек он не холоден и он не горяч, он теплый. Да, он ходит по воскресеньям в церковь. Да, даже он может посещать домашнюю группу. Ну как же, Таня Мехет каждый раз делает объявление, как-то же неудобно, надо пойти. И он посещает домашнюю группу. Да, даже иногда он читает Библию и даже молится перед едой. Но жизнь его христианская со временем стала такой формальной. Он не холоден, не горяч, он теплый. Как вы относитесь к такому явлению? Можно услышать? Вот ваша реакция на вот такое вот явление. Вы разговариваете в церкви? Можно услышать? Никак. Это нормально. Кто еще как относится? С сожалением, кто-то сказал негативно. Кто еще как относится? Ого, Бог сказал, что я отвергну. Люди из Голландии, скажите, как вы реагируете на такое формальное христианство, которое сидит в дальнем углу. Хорошо, можете подумать. А с Америки, Дэниел? What is your response? Нормально. Неправильно что-то, да? А если я задам такой вопрос? А как вы относитесь к этому явлению, если этим христианином являетесь вы? Знаете, вы можете не отвечать на этот вопрос, потому что некомфортно отвечать на этот вопрос. Но позвольте, я отвечу за себя. Знаете, когда я нахожу себя иногда в положении такого формального христианина, когда я начинаю замечать, что я не холоден, не горяч, когда моя христианская жизнь, она становится, знаете, такой однообразной, серой, скучной. Когда мои молитвы, мое посещение богослужений, даже мое служение другим со временем превращается в ритуал, традиции, дежурные обязанности. Ребят, я не знаю, как бы вы себя чувствовали, но мне это не нравится. Мне не нравится такое положение. Меня это очень сильно расстраивает. Я внутренне протестую против этого. Я не хочу такой жизни, потому что я не верю, что Христос меня спас, чтобы я был таким тепленьким, сидел в церкви и просто себе наслаждался своим спасением. Мне не нравится такое положение вещей. Поэтому я бы сегодня хотел вместе с вами поразмышлять над темой, которая поможет нам избежать подобного состояния в нашей христианской жизни. И я верю, что сегодняшняя тема, она станет профилактической для некоторых из нас. И сегодняшнее послание бросит нам вызов жить той жизнью, которую запланировал для каждого из нас Христос. Я хочу, чтобы мы сегодня всю нашу Библию построили на двух стихах из Библии, которые я возьму из послания филиппийцам, 2 главы, 12-13 стих. Вся моя проповедь, все то, что Бог положил мне на сердце, оно будет вращаться вокруг двух стихов. Послание филиппийцам, 2 глава, 12-13 стих. Перед тем, как я открою это место на экране, или вы откройте ваши Библии, пока открываете, я скажу маленькую предысторию. Кто, когда, кому, почему писал это письмо? Это письмо написано святым апостолом Павлом, верующим людям, которые находятся в городе Филиппы. Нормальные верующие, которые ходят в церковь по воскресеньям, которые ходят на домашнюю группу, которые читают Библию, которые молятся. Нормальные верующие, такие же, как и мы с вами. Павел пишет это письмо из, не из Турции, не оттуда, откуда приехала ваша лидерская команда, к сожалению. Он пишет из тюрьмы, где он сидит в тюрьме в заключении за свою веру в Иисуса Христа. Я не знаю, кто из вас когда-либо сталкивался с таким понятием, как тюрьма или лагерь, но я посещаю исправительные учреждения на протяжении 20 лет. Я заметил, особенно времена ранее, единственный путь коммуникации между человеком, который находится в заключении, и тем человеком, который находится на свободе, это письма. То, как мы можем общаться друг с другом, это использовать письма. Писать письмо. И знаете, что я заметил? Что когда ты сидишь в тюрьме, и у тебя всего лишь есть две странички или одна, ты понимаешь, что тебе нужно передать этому человеку, близкому, дорогому человеку что-то самое важное, что-то самое ценное, что-то самое дорогое. Чтобы оно вместилось вот в это маленькое письмо, которое бы дошло бы до тебя. И люди, которые пишут письма из тюрьмы, очень часто они вкладывают какой-то смысл, какое-то значение, какую-то ценность и важность в это письмо, тому адресату, кому оно относится. И апостол Павел, когда находится в тюрьме в заключении, пишет своим друзьям, своим братьям и сестрам во Христе, которые находятся в церкови Филиппы, он пишет им определенные слова, в которые вкладывает глубочайший смысл, серьезное значение и определенный вызов. И в контексте вот этого исторического фона я хочу, чтобы мы сейчас прочитали этих два стиха из Библии, на которых построена сегодня вся проповедь. Филиппийцам, 2 глава, 12 и 13 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего». Потому что мы знаем, что он в тюрьме. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Потому что сам Бог производит вас и хотенье, и действие по своему благоволению. Совершайте свое спасение. И вот здесь я хочу задать вам сегодня вопрос, перед тем, как я поделюсь своими размышлениями и тем, что положил мне Бог на сердце. Я хочу задать вам сегодня три вопроса, и чтобы мы могли вместе с вами поразмышлять и найти ответ на эти вопросы. А что же такое спасение? А каковы признаки спасенного человека? И вообще, что этот Павел имел в виду, когда говорил эти слова «совершайте свое спасение». И вот здесь время как раз ваше. Я хочу задать вам вопрос. Как бы вы могли дать определение своими словами, может быть, одно, два, три предложения? Что такое спасение? Вот представьте, я инопланетянин, прилетел с другой планеты, и я не понимаю, что это такое. Расскажите мне в двух-трех словах «шоцетаке». Что такое спасение? Выход. Выход из чего? Куда? Откуда? Из тупика. Хорошо. Что еще? Расскажите чуть больше. Я еще не понял. А? Избавление кем, кого и как? Что такое спасение? Спасибо. Вы правильно говорите. Не подумайте, что я вас там обрубливаю. Вы правильно. Я просто хочу, чтобы еще другие поделились. Что такое спасение? Как? Жизнь. Life. Life. Что еще? А? Freedom. Свобода. Помните? Braveheart. Храброе сердце. Freedom. Свобода. Что еще? Что такое спасение? Как это выглядит? Знаете, спасение. Что же это такое? Избавление от проклятой жизни и от ада. Кто этот спаситель? Кто этот спасает? Терминатор пришел спасти наш город. Кто он? Как его имя? Воскресная школа знает его имя. His name Jesus. Иисус. 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 Его имя. Да, вы правы. Скажите мне, пожалуйста, если я задам вам второй вопрос. А каковы признаки спасенного человека? Я могу, конечно, одеть крестик там, я не знаю. Кто-то татуировку себе делает там. Иисус Христос с крестом. Но каковы признаки спасенного человека? Как можно определить, что вот он именно спасен? Радость. Как еще? Уверенность в будущем. Каковы еще признаки спасенного человека? Можно вот... Вы что-то так спите или... Как? Человек становится живой. Хочется что-то делать для Господа. Что-то я там услышал. Смысл в жизни появляется. Плоды? Плоды приносит человек. Какие еще есть признаки спасенного человека? Он в инстаграме, часто бывает, современная молодежь, спасает других. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот ваше просто изучение Библии, здесь нету правильный или неправильный ответ. Просто вот размышления, никто вас не будет ругать. Как вы думаете, что Павел имел в виду, говоря вот эти слова? Совершайте свое спасение. Что это такое? Что он имел в виду? Вот ваши мысли, реабилитационный центр, женский и мужской, и вообще все. Процесс. Девчата, скажите. Что это такое? Что он имел на увазе? Про что он говорит? Что мы работаем над собой. Ага. То, что Гена сегодня говорил. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Что еще? А? Взросление? Взросление. Окей. Еще какие-то мысли? Извините. Пребывать в Господе, в той свободе, которую он даровал. Классно, спасибо. Я уверен, что многим из вас есть что сказать, просто вы стесняетесь. Спасайте себя. Как? Спасайте сами себя. Знаете, когда я размышляю над этими... Спасибо большое за каждого участия. Когда я размышляю над этими вопросами, когда я смотрю на первый вопрос, что же такое спасение? Я смотрю на то, что сделал Бог по отношению к нам. Бог, как сказал Гена, Он создал нас для взаимоотношений. Он дал нам все. Все необходимое. Сказал только, ребята, слушайте, ну вот вам все, просто все. Только единственное одно, вот это дерево, его не трогать. Этот парень, эта девушка согрешили тем, что они ослушались. Они решили не послушать его. И грех привел к тому, что мы сегодня до сих пор являемся этими наследниками этого греха. И написано, что возмездие за грех – смерть. Я не знаю, веришь ты в то, что есть ад и рай, но я 15 лет назад задал себе вопрос, а вдруг? Что меня привело ко Христу? Это вопрос, а вдруг это правда? Если это правда, я выиграл. Если это неправда, я ничего не потерял. Возмездие за грех – смерть. Ибо все согрешили, апостол Павел говорит, и лишены славы Божьей. В другом переводе. И не допущены в Божье святое присутствие. Другими словами, каждый из нас, мы должны были, потому что вот такая история есть в нашей жизни, мы должны были пойти с вами в ад, hell, такое место, где мучения вечные. А спасение заключается в том, что Бог, Гена, по-моему, сегодня сказал, Игорь Бодрак сказал, Бог, Отец, Папочка, так сильно полюбил тебя и меня, что Он не хотел, чтобы ты и я шел в ад. И поэтому единственный путь, как можно было тебя спасти, забрать силу греха, освободить тебя, это нужно было, чтобы Иисус пошел на крест, на Голговский крест и умер там за тебя и за меня, чтобы верою в Него мы имели жизнь и жизнь вечную. Вот это спасение. В спасении заключена огромная цена. Просто я не могу себе представить, что сделал Бог Отец. Знаете, я люблю многих из вас. Моему сыну вчера исполнилось 11 месяцев, пока мы считаем только месяцы, будем считать годы. Но знаете, при всей своей любви к вам, я хочу быть искренним с вами. Я не отдам своего сына ради вас. Не смогу я этого сделать. Как бы я тебя не любил, я никогда Мартина не отдам ради тебя. Никогда. А он смог. Бог, какая цена заплачена за твое и мое спасение. Если среди нас еще есть кто-то, кто не спасен, не получил этого спасения, в конце служения я буду рад помолиться за тебя. И ты сегодня получишь это спасение, потому что оно дается даром. По благодати. Незаслуженный дар. Незаслуженная милость. Поэтому дождись до конца служения. Потерпи. Я позову тебя, и мы помолимся. Мы преклоним колени, и ты отдашь свое сердце Иисусу. Он войдет в твою жизнь, и ты будешь спасен. И вот человек получает спасение. Каковы признаки его? Многие из вас уже ответили. Когда я смотрю на мою Библию, каждый человек, который, встретившись однажды со Христом и получил спасение, его жизнь радикально изменилась, и мы видим признаки его спасения. Посмотрите на Закхея. Жлоб. Извините, может, это неправильное слово, но жлоб. Жадный, злой, коварный человек обманывает людей, постоянно грабит их, дурит, его ненавидят. Это значит, что он еще и отверженный, и одинокий. И говорят, люди не меняются. Да, люди не меняются. Но когда приходит живой Бог Иисус Христос и дарует спасение, что произошло? Он не просто сказал, я крестик одену теперь и в душе своей буду верить. Нет. Признаки спасенного человека появляются. Что он начал делать? Кого обидел, воздам в четверо. Кому что должен, верну. Признаки спасенного человека – это то, что он меняется. Если я шел в одном направлении, когда спасение приходит в мою жизнь, я разворачиваю. Покаяние – это метаноя, разворот на 180 градусов. Если я шел в одном направлении, теперь я иду в другом направлении. Когда он встретил эту женщину-проститутку, и она пережила спасение, она занималась проституцией? Нет. Почему? Потому что признаки спасенного человека. Человек разворачивается на 180 градусов, и он больше не идет тем путем. Когда он встречает слепого человека, дарует ему спасение и исцеление, как меняется его жизнь, каковы признаки его спасенной жизни? Написано, что он все оставил и последовал за ним. Когда этот парень, которого с репцентра на репцентр постоянно кидали, ну это так уже, если по-современному, одержимый тот. Иисус пришел его, освободил, дал ему спасение. Говорит, иди домой, парень. Что он пошел домой? Он пошел в десяти граде, в десять городов. И что он начал делать? Делать то, что делал Гена. Рассказывать всем о том спасении, которое дал ему Иисус Христос. И я могу перечислять каждого человека в Библии, кто получил спасение, и когда вы будете читать его историю, вы увидите, что есть признаки спасенного человека. И они очевидны. Один человек я нашел в Библии, один, в жизни которого я не увидел признаков спасения. Единственный человек, это разбойник, который висел на кресте и сказал, Иисус, помяни меня. Иисус ему сказал, сегодня будешь со мною в раю. И он умер. Единственный человек, где мы можем не увидеть признаков спасенного человека, это мертвый человек. Все остальные, которые жили после встречи со Христом, есть признаки того, что он спасен или она спасена. Я не могу просто верить в душе, так же самое, как я не могу завтракать в душе. Мне нужно делать это публично. Есть признаки спасенного человека. И что же Павел имел в виду, когда он говорил, совершайте свое спасение? Когда я изучаю Библию, я стараюсь использовать различные переводы, вникать в Писание, просить, чтобы Бог помогал мне находить ответы на эти вопросы. Поэтому я бы хотел сегодня, помимо синодального перевода, использовать еще три перевода Библии, которые довольно-таки хорошие, они сегодня используются во всем мире, чтобы мы могли другими словами позволить Библии показать нам глубину или раскрыть, может быть, ближе вот это местописание в контексте оригинала, когда писалось это письмо. Ведь мы сегодня с вами читаем на старославянском переводе, а писалось-то оно на греческом языке. Давайте посмотрим три перевода Библии, которые говорят нам о том, что же такое совершайте свое спасение. Одна из Библии называется «Новый русский перевод», и некоторые учителя Библии мне говорят, что это одна из лучших сегодня Библий, и которая ближе идет сегодня к греческому языку. Я не знаю, не могу утверждать, но мне нравится этот перевод. Там звучит вот это послание, как совершайте свое спасение, таким образом. Покажите на деле плоды вашего спасения. Покажите мне на деле плоды вашего спасения. Не надо мне рассказывать, что ты любишь Бога. Покажи мне, докажи мне, как мне поверить в то, что ты спасенный человек. Покажите на деле плоды, брат сказал, плоды вашего спасения. Оказывается, то, что я верю в душе, это хорошо. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Вау, Сергей, ты о чем говоришь сейчас? Это не я говорю, это Библия моя мне говорит, что даже бесы веруют и трепещут, но они в аду, и они никогда в рай не попадут. Поэтому то, что ты веришь в душе, это классно. Но Библия говорит, совершайте свое спасение, это не просто верить в душе. Это важно верить в душе, сто процентов. Да и аминь. Но Библия говорит, покажите на деле плоды вашего спасения. Второй перевод, новый, New Living Translation, новый живой перевод вообще бросает вызов. Работайте усердно, чтобы показать результаты вашего спасения. Вот это да. Я пришел в церковь два с половиной года назад. Мне сказали, приди и прими Иисуса, твоя жизнь изменится, аллилуйя, все класс. И я хожу два с половиной года в церковь, все нормально. Еще и в домашнюю группу хожу, потому что Таня Михея постоянно приглашает. И читаю, и молюсь. А тут мне говорится о чем? Работайте. Не просто, знаете, можно же работать по-разному. Можно так, типа, ну так, знаете, халатно. Павел говорит, усердно. Для чего? Чтобы показать результаты вашего спасения. Оказывается, спасение это не что-то такое пассивное. Я принял, аллилуйя, слава тебе Господь. Оказывается, здесь есть какой-то посыл в нашем спасении. Оказывается, здесь есть какой-то призыв к каким-то активным действиям. И это не Сергей Глушко придумал и вам говорит, это Библия говорит об этом. Сегодня Игорь говорит, у вас если есть сегодня конфликт, то, наверное, у вас конфликт может быть сегодня с Богом и с Его Словом. Подумайте, поразмышляйте. У меня иногда есть конфликт с Его Словом. Потому что то слово, которое Бог мне говорит, мне иногда не хочется делать. Почему? Потому что нужно выйти из зоны комфорта. А мне нравится лежать на диване перед телевизором и клацать пультом. Больше, чем выйти из зоны комфорта и идти проповедовать. Серьезно, я такой человек. Может быть, вы более духовные. Но я люблю лежать на мягком диване и смотреть сериалы Воронины. Вот такой вот я человек. Шучу, конечно. Не смотрю, я с Ирья Воронины. Но кто-то себя узнал. Но кого-то я выдал. Извините, простите. Больше не буду. Больше не буду, честно. И третий перевод. Современная Библия. У многих из вас она есть. Продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение. Продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение. Три вот таких перевода. Совершайте свое спасение. Это покажите на деле плоды вашего спасения. Работайте усердно, чтобы показать результаты вашего спасения. Продолжайте трудиться, чтобы завершить свое спасение. У меня есть один друг, он пастор церкви, и он иногда ездит в Германию. И он говорит... Часто он бывает в одной из церквей, где уже за годы церкви церковь, она не выросла вообще. У них как было 28,5 человек, так и осталось. Их церковь растет за счет биологического фактора. Как сегодня брат сказал, у меня родилась дотя. Слава Богу, мы все похлопали. У них просто рождаются дети, поэтому церковь растет за этот счет. И вот этот мой друг, пастор, спрашивает, слушайте, ну а вы как-то вообще, как вы вашим спасением делитесь с другими? Вы ходите там проповедовать? Вы участвуете в служении милосердия? Вы как-то за межи церкви вы выходите взагалі? Спілкуйтесь с невіруючими, рассказывайте им про Иисуса Христа, про Его любовь и так далее. Да ну как бы, ну, воскресные служения у нас, домашние группы, мы там себе, у нас наши какие-то там тренинги есть там всякие. А так работаешь, ну, жизнь, надо же кормить семью и все такое. Другими словами, мы ничего не делаем для того, чтобы спасать этот мир. А тогда я понял, что у вас в церкви ничего не меняется. А у меня возникает вопрос. А что Иисус планировал для каждого из нас, когда Он совершал это спасение? Когда Он шел на этот Голговский крест? Что Он планировал? Что Он подразумевал? Что Он ожидал от тебя и меня, когда это спасение дарит тебе, тебе и мне бесплатно? Какое ДНК Он вкладывал вот в это понятие спасение? Что, какая сила, какое послание заложено вот в этом понятие спасение? Я хочу, чтобы мы могли посмотреть буквально несколько мест Писаний, которые показывают нам на то, что спасение – это что-то большее, чем просто верить в душе. Первое место Писания – это Ефесянам 2.10. Апостол Павел говорит, ибо мы Его творения, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы Его творения, созданные во Христе Иисусе, которые Бог предназначил нам исполнять. Добрые дела! Знаете, я не знаю, как вы, но когда 15 лет назад я отдал свое сердце Иисусу Христу, никто мне не рассказывал, что мне делать. Я не посещал какие-то конференции, тренинги, семинары, обучения. Но что произошло в моей жизни, когда спасение пришло в мою жизнь? Первое, что возникло внутри меня – благодарность Богу за то спасение, которое Он мне даровал. И внутреннее желание делать добрые дела. Проблема только была в том, что я не знал, как их делать и что делать. Потому что все, что я умел – это… Ладно, братья уже говорили, не буду повторяться. Ничего хорошего, в общем, я не делал. Плохой был парень, плохой человек. И я не знал, как это делать добрые дела. Но желание, которое пришло вместе со спасением, оно внутри было. Хотелось делать теперь добрые дела, только не знал, как. И я искал этот путь. Я приходил в церковь и смотрел, что же я могу такого доброго, хорошего сделать. Что, зрубы-то? И я помню, сидел на этом каком-то третьем ряду и вот смотрел такую сцену. Наша церковь, у нас большая, у нас, по-моему, 3000 человек в церкви. Довольно-таки большая. Мы собирались в Октябрьском дворце культуры. И я смотрю на этих ребят, группа прославления, бедняги, приходят, тягают, там колонки эти большущие, синтезаторы, барабаны. Мы же арендуем помещение. Тягают туда, сюда, выставят. Короче, куча времени тратят, чтобы только поставить это все и подключить. А потом репетируют. И у меня такое внутреннее желание. Подойду, поговорю, может им помощь нужна. Хочется же делать добрые дела, ведь для этого же нас Господь спас. Я подхожу, говорю, слушайте, нужна вам помощь? Я тут прихожу как бы каждый раз все равно раньше всех. Могу приходить раньше всех, позже всех выставлять вам, убирать. Они же, серьезно? Да ты что, бесплатно? Ну, конечно, это же Дом Божий. Вау! И что я начал делать? Я просто начал приходить раньше, еще там пару своих друзей наркоманов взял. Ну, надо же их привлекать как-то. Правда, следил, чтобы не украли микрофоны. И мы просто начали делать добрые дела. Мы просто начали выставлять эти колонки, синтезаторы, барабаны. И Господь дальше начал вести, показывать, что есть что-то большее и так далее. Но первое, что Бог производит в нашей жизни, когда приходит спасение, нам хочется делать добрые дела. Второе место Писания, Иоанна 15 глава, 16 стих. Иисус говорит, не вы Меня избрали, а Я вас избрал. Для чего? И поставил вас. Чтоб вы шли и приносили плод, как сказал брат. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите во имя Мое Он дал вам. Когда Иисус спасал тебя и Меня, то, что заложено было в этом спасении, это наша внутренняя реакция. Пойти и принести добрый плод. Если я спасенный человек, признаком, я говорю за себя, признаком Моего спасения будет то, что я буду идти и приносить добрый плод. Еще одно место Писания, Иоанна 15, 5. Иисус говорит, Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода. Потому что без Меня вы не можете делать ничего. Когда спасение приходит в нашу жизнь, Гена сегодня говорил, Бог хочет с нами иметь взаимоотношения, близкие, интимные, тесные, крепкие отношения. Иисус говорит, Я есть лоза, вы ветви. Кто пребудет во Мне, и Я в Нем, результатом будет что? Тот принесет много плода. Потому что, говорит, без Меня вы не можете делать ничего. А со мной, Павел говорит, ну все могу, в укрепляющем Меня, Иисусе Христе, филиппийцам 4.13. А без Христа ничего не могу делать. И вот если мы спасенные люди, то признаком нашей жизни христианской, это первое, что мы имеем взаимоотношение с нашим Спасителем. И второе, результатом становится, что мы просто начинаем приносить, не просто плод. Написано, в моей Библии написано, я даже подчеркнул, много плода. И я понял такую вещь. Если мы по-настоящему спасенные, если мы по-настоящему пережили спасение, ребята, мы обречены. Обречены на что? На успех. Мы обречены на то, что мы будем приносить много плода. Почему? Потому что, когда Христос живет во мне, и я позволяю Его благодать и трудиться во мне, и через меня, я буду приносить много плода, даже если я не особо сильно этого хочу. Моя Библия мне это говорит. Потому что результат будет этого. Результат будет этого. Еще одно местописание. Иоанна 15,8. Вы знаете этих ребят. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Там не написано в Библии, что Отец прославится, если ты будешь каждое воскресенье в церкви. Да, Бог, я уверен, прославляется, когда каждое воскресенье не оставляй собрание своего. Это важно. Но Библия моя мне говорит, что Отец прославляется не тем, что я прихожу каждое воскресенье. Отец прославляется не тем, что я посещаю только лишь домашнюю группу. Отец прославляется не тем, что я читаю Библию, не тем, что я молюсь. Отец мой прославится, если вы принесете много плода и будете моими учениками. В другом переводе последователями. Это значит следовать за Христом, следовать Его примеру. А что делал Христос? Он шел и служил. Поэтому первое послание Петра, 4 глава, 10 стих, там так и написано. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу теми дарами, которые Бог положил в нас. Когда Бог спасал тебя и меня, что Он сделал? Он вложил в тебя определенный потенциал. Он вложил в тебя определенные дары, таланты, способности. Он что-то дал тебе и что-то из этого ты уже знаешь. А что-то в процессе, когда ты будешь служить, оно раскроется. Служите друг другу тем даром, который получил. Я хочу задать тебе вопрос. А каковы твои дары? А какие твои таланты или твои способности? А каким образом ты используешь вот это, то, о чем ты сейчас подумал? Как ты это используешь для своего спасителя, который спас тебя? Каковы твои дары? Каковы твои таланты и способности? Как это ты используешь для того спасителя, который подарил тебе по благодати спасение свое? Конечно, когда мы начинаем смотреть на великих проповедников, служителей, как вчера пастор Роман нам рассказывал в бане, Джон Уэсли. 40 тысяч километров на лошади. Не просто катался, ездил, проповедовал. Куча книг написал. Сколько-то, 500 проповедей? Я даже не помню этих цифр. Вообще. Если мы начинаем себя сравнивать с такими людьми, или посмотрим на пастора Романа Лебедева, просто одаренный человек, он может все. Иногда мне кажется, он как терминатор. Он везде, я смотрю по Фейсбуку, он в Турции, он там, он там. И церковь построил. И если мы посмотрим на Андрея и Таню Мехет. Андрею не надо на лбу писать, какой у него дар. Это очевидно, у него дар учителя. Если ты с ним пообщаешься в 5 минут, он будет тебя учить. Не просто рассказывать тебе. Да? Вы узнали? Извини, Андрей. Я не имею в виду, что он будет рассказывать вам, что вам делать. Просто Бог дал ему дар. Знаешь, когда у тебя есть дар, ты будешь просто им служить. Это будет как, ну, естественно, выходить из тебя. Когда ты посмотришь на Таню Мехет, у нее просто дары такие. Она может всех нас собрать, куда-то повезти, и ты не поймешь, что я туда иду. Знаешь, ну я хочу тебе сказать, конечно, если сейчас ты будешь смотреть на таких людей, Джон Уэсли, пастор Роман Лебедев, Андрей Мехет, Таня Мехет, Ирина Кусь, Олег. На людей, у которых очевидные дары, ты, конечно, глядя на себя, начнешь себя сравнивать. О, нет, ты знаешь, ну, как бы, у меня, наверное, нет даров. У меня нет. Я хочу тебя сегодня ободрить. Когда мы сегодня читали это местописание «Совершайте свое спасение», Господь через апостола Павла продолжает там такие слова, которыми я сейчас хочу тебя ободрить. Если сегодня ты не знаешь, какой твой дар, какие дары, какой потенциал Бог в тебя вложил, есть что-то, что ты точно можешь знать, что доступно для тебя. И в 13 стихе мы читаем, что там написано, после того, как он говорит «Совершайте свое спасение», он говорит «Потому что сам Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению». Сам Бог. Другими словами он говорит «Если ты не можешь совершать свое спасение, если ты не знаешь свой дар, я тебе помогу». «Я вложу в сердце твое хотение и действие по своему благоволению». Потому что, когда ты пребываешь на лозе, когда ты пребываешь в нем, а он в тебе, ты обречен на то, что Бог будет вкладывать в твое сердце хотение и действие по своему благоволению. Поэтому я хочу сегодня бросить тебе вызов и задать вопрос. «А какое хотение и действие производит в тебе Бог? К чему Он призывает тебя? Что больше всего тебе хочется делать для Бога и для Его славы? Какое желание Бог производит в твоем сердце? Я верю, что у Бога есть для каждого из нас своя миссия. Я верю, что Бог призвал каждого из нас для определенной миссии. Даже если ты, как Гена Каравай, не можешь поехать в Африку по различным причинам, ты можешь быть миссионером в церкви Назарянин, в городе Винница, в село Селыще, Никифоровцы. На всяком месте ты можешь быть миссионером, ты можешь нести определенную миссию. Но какое хотение и действие производит сегодня в твоем сердце Бог? К чему Он призывает тебя? Чего тебе страстно хочется делать для Него и для Его славы? Я общался недавно с одним парнем, у него, как и у меня, не так давно родился ребенок, и он говорит, жизнь поменялась. Ну, у кого есть дети, вы понимаете, жизнь меняется. И это хорошие перемены. Просто теперь у него возможности служить такой, как было вот до, но нет. И он говорит, я часто вынужден, потому что там жена учится, еще что-то, и он часто с коляской идет гулять в парк. Но знаешь, даже если у тебя нет официального служения, официальной миссии, Бог производит хотение и действие по своему благоволению. И он говорит, я просто начал кататься по парку с коляской, и там много разных людей тоже с колясками, и разные-разные люди. И он говорит, я уже как-то так по привычке начал молиться, Бог. Покажи мне, кому ты хочешь, чтобы я сегодня здесь в парке послужил? Произведи свое хотение и действие по своему благоволению. И вот он говорит, я еду с этой колясочкой, и проехал мимо двух бабушек. Одна из них слепая. Он это понял по тросточке, которую используют слепые. И он говорит, я уже проехал сколько-то метров от них, и внутри жим-жим, жим-жим. Знаешь, если ты молишься, просишь о Бога, о чем-то, не удивляйся, что он начнет отвечать. И он начал производить хотение, то есть желание, и действие по своему благоволению. И говорят, просто внутреннее понимание. Пойди к этим бабушкам, поговори с ними, ободри, расскажи им о том, как Иисус их любит. И он говорит, я разворачиваю эту коляску, еду к этим бабушкам, здравствуйте. Знаете, они, ну, одна смотрит, другая слушает. Как дела? Такой парень, похож чем-то на меня, странный, пристает к чужим людям. Наверное, за это он мне нравится, у меня есть какие-то сходства. И он начал просто что-то с ними общаться, какие-то нашел общие темы, что-то там, в общем, что в стране происходит. И как-то так плавно, так раз-раз-раз, Иисус любит вас, все, а не раз уже. И кто-то уже Иисуса принял. Вообще, так легко просто себе. Просто гулял с коляской, ничего же. Гулял себе. Помолился за них и поехал дальше. Жим-жим. Бог не останавливается. Вернись к ним. И покажи на деле. И дай им понять, что я их действительно сильно люблю. Дай каждой из них по 100 гривен, потому что они сейчас нуждаются в деньгах. Знаешь, ну, действительно, спасение — это нечто большее, чем просто наши слова. Нечто большее, чем то, что я верю в душе. Это когда мы можем показать на деле плоды нашего спасения. Он опять разворачивает эту коляску, приезжает бабушке, извините, я что-то забыл. Не самое главное, но одно из важных вещей. Это просто доказать вам, что Бог так сильно вас любит, что вот он меня побудил сделать что-то странное для меня, потому что я обычно такого не делаю. И дает им по 100 гривен. Они начали плакать. Славит Господа. Потому что все, что им нужно, это была финансовая поддержка. И они в этом увидели, что Бог — пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он заботится обо мне. Через странного человека с коляской он заботится обо мне. в нашем служении есть одна бабушка. Ей 80 чем-то лет. Она живет в Америке. Бог спас ее много лет назад. Она поверила в Него. В ее жизни есть признаки спасенного человека. Она хочет ему просто служить, но только не знает, как и чем, потому что она слишком уже возраст уже, здоровье. Она увидела бабушку в Фейсбуке, представляете? Слава Богу. Я думал только молодь там. Бабуся, 87 лет, в Фейсбуке. Я до сих пор удивляюсь. Я хочу тоже быть дедом 87 лет в Фейсбуке там общаться. Она увидела наши фотографии. Она увидела, как Бог спасает Гену, Макса, того сего. И она говорит, слушайте, как я могу вам, как я могу вместе с вами служить? Как я могу как-то помогать, поддерживать? Ну, нам надо молитвенная поддержка. Нам нужны деньги, нам нужно все. Спустя время она написала, говорит, знаете, я вот молилась, и Бог произвел хотение и действие в моем сердце. Я хочу до конца своих дней, если Бог будет позволять, пока не умру, каждый месяц, всю свою жизнь буду высылать вам 30 долларов. Ты скажешь, ну 30 долларов, это всего почти 700 гривен, это почти ничего. Послушай, ну уже несколько лет. Несколько лет. Это бабушка, которая 80 лет. Каждый Божий месяц. Она служит Богу. Ее миссия, величайшая миссия, заключается в чем? Что она показывает плоды своего спасения через что? Через то, что она подписывает чек. 30 долларов. в Team Challenge Украина. Знаешь, я могу тебе еще множество рассказывать историй различных людей, которые в своей жизни пережили это спасение. И в их жизни ярко выражено вот это признак того, что он спасенный человек. И эти люди, которые получают спасение, они действительно, они понимают вот это слово, совершайте свое спасение. Когда я смотрю, я уже буду заканчивать скоро, когда я смотрю на этого апостола Павла, когда он встретился со Христом, и когда каждый из нас встречается со Христом, в нашей жизни возникает всего два вопроса, самых главных, ключевых вопроса. Первый вопрос, когда Бог касается меня своим спасением, когда Бог прикасается своей любовью, когда Бог обращает свое внимание на меня, когда Бог не брезгует мной, когда Бог проявляет милость и благодать по отношению ко мне, и Он спасает меня. Первый вопрос, который возникает у Павла, кто ты, Господи? Кто ты такой? Почему ты так меня сильно любишь? Что я такого сделал? Я же грешный человек. Кто ты? И Бог начинает показывать, кто он. Как он показывает? Через свое слово. 66 писем любви, где он говорит, я твой отец, я твой любящий отец, я твой спаситель, я твой обеспечитель, я твой защитник, я твой заступник, я твой друг, я твой пастырь. Когда мы переживаем понимание того, кто мой спаситель, когда мы получаем ответ на этот первый вопрос, кто ты, вторая наша реакция всегда, как спасенного человека, у которого появляется благодарное сердце, мы говорим, что повелишь мне делать. Спасенный человек, он всегда будет реагировать именно таким образом. Почему? Потому что в спасении заложено ДНК, которое говорит, покажите на деле плоды вашего спасения. Работайте усердно, чтобы показать результаты вашего спасения. продолжайте трудиться, чтобы завершить ваше спасение. И оно выражается в одном выражении. Что повелишь мне делать? Совершайте со страхом и трепетом. Покажите на деле плоды вашего спасения. Потому что сам Бог совершает вас, работу, пробуждая вас и желания, и действия согласно своей воле. Задай себе сегодня вопрос. Действительно ли я спасен? Действительно ли я спасен? Если твой ответ да, тогда совершай свое спасение. я хочу заканчивать, я хочу сейчас перед тем, как позову кого-то из тех, кто не получил этого спасения. Возможно, среди нас есть люди, вы знаете о спасении, вы слышали о нем, но сегодня после этой проповеди Бог касается твоего сердца и ты понимаешь внутренне, что, наверное, я не полностью понял это спасение. Наверное, я не по-настоящему покаялся и пригласил Иисуса в свое сердце, чтобы спасение стало реальным в моей жизни. Я бы хотел сегодня, через буквально пару минут, пригласить тебя, чтобы молиться вместе с тобой, попросить того Иисуса Христа, о котором я здесь сегодня говорю, чтобы Он даровал тебе это спасение, чтобы в твоей жизни появились признаки спасенного человека, чтобы ты мог совершать свое спасение. Пока ты думаешь, выходить тебе или нет, Господь побудил меня, я, в принципе, таким не занимаюсь, такое не делаю, но побудил меня сделать такое, чтобы ты сейчас очередной раз убедился, что Бог хочет тебя спасти. И после того, что я сейчас делаю, я приглашу кого-то из нас, и мы помолимся, и спасение придет в нашу жизнь. Я верю, что это Бог, потому что для меня это странно. Сафония, 3 глава, 17 стих, там написаны такие слова. Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, Он возвеселится о тебе радостью, Он будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. В другом переводе Библии написано, что Бог силен тебя спасти, Он возрадуется о тебе. Услышишь сейчас меня. Библия говорит, и Он будет тебе петь. Я хочу, чтобы ты сейчас мог закрыть глаза свои и, может быть, на несколько минут позволить Духу Божьему проговорить твое сердце. И представь, что это Иисус Христос, который силен тебя спасти сегодня, который хочет возрадоваться о тебе, что это Иисус поет тебе. И потом я позову на молитву покаяния, где ты сможешь вместе со мной преклонить колени и отдать свое сердце Иисусу. Но только слушай, слушай сердце. Слышал я, что человек зайдет на гору, чтобы быть с тем, в кого он влюблен. Сколько раз эти мечты не сбывались, это невозможно все равно. я никогда не взбирался на гору, но я взошел на гору Голгофу. Чтобы быть с тобой, все бы сделал я не ценный, чтоб я не уплатил. Чтобы быть с тобой, все бы отдал я, я отдал бы свою жизнь. Слышал я, что человек проплывет океан, чтобы быть с тем, в кого он влюблен. Сколько раз он нарушал свое слово, это невозможно все равно. Я никогда не проплывал глубокий океан, но я прошел по морю в шторм. Чтобы быть с тобой, все бы сделал я, не ценный, чтоб я не уплатил. Чтобы быть с тобой, все бы отдал я, я отдал бы свою жизнь, свою жизнь. Знаю, что не понимаешь то, что я отдал тебе, но обещаю, я бы сделал это вновь, чтобы быть с тобой, все сделал я, я отдал тебе свою жизнь. Чтобы быть с тобой, все отдал я, я отдал тебе свою жизнь, свою жизнь, я отдал тебе жизнь, свою жизнь, чтобы быть с тобой. с тобой.